друзья всем привет вы находитесь на канале 1 видео авторынок с вами вновь компания rdm импорт и мы продолжаем нашу серию коротких видеороликов куда смотреть при покупке того или иного автомобиля и тема нашего сегодняшнего видеоролика lexus rx 400 h гибридный 2008 года выпуска в нашем сегодняшнем обзоре мы немножко отойдем от накатанной схемы повествования так например мы не будем говорить здесь о расположении номеров агрегатов и вин номеров автомобиля потому что они идентичны таковым у автомобилей lexus rx 330 также не будем подробно останавливаться на особенностях покраски особенности кузовов гибридов потому что это все также уже было в ролике про 350 rx и в данном случае различий между автомобилями нет кузова все также хорошо сопротивляются коррозии внимательно осматривайте район задних арок низы дверей и обратите внимание на швы на стыках заднего крыла и крыши сегодня мы хотели бы поговорить с вами именно о том что отличает lexus rx 400 от 350 и определиться с тем оправдана ли более высокая цена гибридов на вторичном рынке по сравнению с бензиновыми 350 либо нет вот в этом мы сегодня и попробуем разобраться rx 400 h был презентован компанией toyota в 2005 году этот автомобиль продавался официально на российском рынке выпускался он в период с 2005 по 2008 годы параллельно в страну завозилось достаточно большое количество гибридных lexus of так называемым серым импортом то есть автомобили из сша так вот все гибридные лексусы проданные в россии по каналам официалов были полноприводные если же вы смотрите автомобиль у которого спидометр оцифрован в милях и соответственно фаренгейты на климат-контроле не лишним будет при подъеме убедиться что ваш автомобиль действительно полноприводный потому что на американский рынок эти машины шли в варианте с передним приводом также надо отметить что для российского рынка комплектации rx-400 h была одна единственная данные автомобили никогда не имели пневмоподвески что в условиях когда вы покупаете автомобиль которому 12 лет минимум скорее плюс чем минус и также комплектация rx-400 гибрид предполагала весьма богатое оснащение то есть люк монитор во всем остальном она полностью соответствует топовой версии 350 что касается отличие гибрида от обычного 330 либо 350 лексуса по внешке они в деталях на гибридах совершенно другой формы передний бампер который имеет дополнительную прорезь для охлаждения радиаторов круглые противотуманные фары спереди немножко отличается оптика на этих машинах естественно шильдики гибрид сами шильдики lexus на них выполнена немножко в другом дизайне также гибридный lexus имеет отличие от бензинового собрата по салону на приборной панели у вас больше нет тахометра его место занимает индикатор используемой мощности ну а по селектору коробки передач на гибриде он похож на таковой же на вариаторных трансмиссиях от тойота то есть у вас больше нет после дэшки режимов низких передач то есть 432 l есть только маркировка b итак переходим к осмотру подкапутного пространства и различий между бензиновой и гибридной версией lexus когда вы открываете капот убираете пластиковые щитки ну вам если вы уже смотрели бензиновые автомобили сто процентов броситься в глаза несоответствие расположение агрегатов под капотом таковым на бензиновом собратья соответственно автомобиль у нас гибридный гибридный то есть бензин электрический соответственно под капотом у нас соседствуют две силовые установки это бензиновый двигатель это хорошо всем знакомый в 63 mz fe в данном случае дефорсированной мощностью 211 лошадиных сил то есть это по сути дела двигатель того же семейства который устанавливался на toyota highlander клюгер объемом 33 литра на 330 rx мотор надежный достаточно простой с большим ресурсом в единственный момент который стоит на нем отметить это привод грм который выполнен при помощи ремня приводного соответственно этот ремень подлежит замене регламент где-то раз в 100 тысяч километров и вместе с этим ремнем лучше сразу поменять все ролики натяжители и так далее чтобы больше в этот узел не лазит ближайшие 100 тысяч километров с единственный момент связан с обслуживанием этого двигателя на гибридном лексусе это то что при замене свечей зажигания в бензиновом двигателе соответственно вам придется полностью демонтировать впускной коллектор поскольку здесь он расположен сверху вот это пожалуй наверное единственная заморочка данную процедуру выполнять вам придется где-то раз в примерно 40 50 тысяч километров пробега зависимости от качества используемых жидкости то есть топлива и непосредственно качество самих свечей но про мото здесь больше по сути говорить и нечего что касается бензинового агрегата далее в этой половине подкапотного пространства у нас с вами располагается инвертор инвертор это сердце всей гибридной установки автомобиля этот узел отвечает за преобразование постоянного тока основных батарей гибридов переменный ток необходимый для питания тяговых электродвигателей данный узел выходит из строя крайне редко есть автомобили в основном ранних годов выпуска где данный инвертор менялся еще по гарантии но 7 из 8 случаев его выхода из строя как правило связано с перегревом поскольку инвертор достаточно теплонагружен выделяет много тепла соответственно по этому поводу имеет свой собственный отдельный от основного бензинового двигателя контур охлаждения систем же антифризом соответственно под капотом гибрида у вас будет два расширительных бачка один на основной контур охлаждения один на контур охлаждения инвертора соответственно не забывайте следить за качеством и уровнем антифриза в этом самом втором контуре и также в данном случае инвертор имеет естественно свой собственный насос охлаждающей жидкости расположен непосредственно под ним, то есть выход его из строя также может стать причиной перегрева. Соответственно, если у вас в процессе эксплуатации автомобиля инвертор нагревается, а никаких следов работы насоса второго контура охлаждения вы не наблюдаете, то, соответственно, это повод детальнее обратить внимание, возможно, этот самый насос поменять. Также из особенностей гибридных автомобилей мы имеем очень маленький аккумулятор емкостью 36 ампер-часов. Аккумулятор этот здесь находится для питания вспомогательных функций автомобиля, ну а также он используется для, собственно говоря, питания основного пускового реле, через которое вы автомобиль, собственно, включаете, но не сказать, что заводите, в данном случае включаете именно автомобиль. Соответственно, большинство RX 400, естественно, предыдущими владельцами оснащались различными противоугонными системами. Противоугонные системы имеют определенное потребление электричества, да, даже в состоянии покоя. Соответственно, бросать эту машину надолго без движения нельзя. Это может привести как к тому, что у вас сядет тот самый маленький дополнительный аккумулятор, так долгий простое без движения для гибридов вреден с точки зрения полного саморазряда основной батареи. Соответственно, если вы эксплуатируете автомобиль крайне редко и у вас там выезд случается один раз, грубо говоря, в 2-3 недели, то гибрид лучше не выбирать. Этот автомобиль был сделан для эксплуатации постоянной, ежедневной, вот именно в таком режиме на нем и стоит ездить. Ну и в завершении осмотра подкапотного пространства Lexus RX 400 H стоит сказать о некоторых различиях в навесном оборудовании. На гибриде у вас нету насоса гидроусилителя рулевого управления, рулевое управление здесь электрическая рейка электро, соответственно, минус один головняк с постоянно подтекающими шлангами системы гидроусилителя. Второй момент, здесь также нет компрессора кондиционера, приводимого приводными ремнями, да, то есть компрессор кондиционера здесь также стоит электрический. Конструкция проще, следственно, надежнее. Переходим к осмотру автомобиля на подъемнике, да. Поскольку мы условились говорить о различиях гибрида с бензиновой версией, мы не будем подробно останавливаться здесь на ходовой части, поскольку она повторяет таковую на Lexus 350-м, 330-м с поправкой на то, что здесь у нас всегда будет пружинная подвеска, соответственно, вы не будете испытывать проблем с опорными подшипниками передних стоек, как это случается на 350-х на пневме. Здесь все так же нижние шаровые у нас меняются отдельно от рычага. Единственное различие, подвеска гибрида несколько жестче, чем таковая на бензиновой версии, поскольку гибрид за счет блока батарей примерно на 200 кг тяжелее, чем обычный бензиновый RX. Соответственно, при осмотре снизу, на что следует обратить внимание, так это помимо, конечно, того, чтобы не было подтеков масла на двигателе, на поддоне, на лобовине и так далее. Самое неприятное, с чем можно встретиться на гибриде в данном случае, это подтеки масла, либо даже антифриза, поскольку, как мы уже сказали, гибридная часть силовой установки, то есть и инвертор, и электродвигатель передний имеет жидкостное охлаждение. Соответственно, на вот этом вот стыке узла, который заменяет здесь коробку передач и двигателя, не должно висеть никаких, соответственно, соплей. Он должен быть идеально сухой, как вот в данном случае. То есть, ни антифриз, ни масло оттуда вытекать не должны. Что касается коробки передач гибрида, многие говорят, что, в отличие от бензинового RX с классическим надежным автоматом, здесь стоит вариатор. И, действительно, даже сама Toyota именует эту трансмиссию вариатором. Но, если внимательно посмотреть на устройство, в детали вдаваться не будем, но, по сути, она состоит из двух планетарных рядов, аналогичным таковым, которые используются в обычных классических автоматах. То есть, система больше механическая, там есть дополнительный небольшой электромотор, подкручивающийся, козываемую, солнечную шестерню. И вся эта система с классическим вариатором, где есть конус, переменные передаточные отношения, соответственно, ремни, не имеет практически ничего общего, кроме, может быть, основного принципа работы. То есть, масло в данном агрегате по регламенту дилера меняется раз в 160 тысяч километров. То есть, это достаточно большой регламент. И в данной трансмиссии, если ее так в кавычках назвать, практически ничего никогда не ломается. То есть, ломаться там нечему. Это абсолютно надежный узел, в данном случае, который очень вряд ли вас где-то обездвижит. Если интересно, загуглите устройство трансмиссии RX400, посмотрите вообще, что содержит в себе данный агрегат. Будет интересно. Данная трансмиссия на Lexus RX400 Hybrid в англоязычном сегменте интернета также именуется как Torque Converter. Torque – это крутящий момент, конвертер – это преобразователь. Соответственно, данный узел занимается тем, что передает крутящий момент от электромотора на колеса при разгоне, при разгоне и поддержании движения, так и занимается преобразованием энергии, возникающей при использовании рекуперации, то есть энергия торможения, преобразовывает ее также уже в постоянный ток и использует для зарядки батарей. То есть, в процессе езды на разгоне вы используете мощность батарейки, соответственно, и основного генератора на торможении, вы эту батарею подзаряжаете. Рулевая рейка, как уже было сказано, здесь стоит у нас электрическая. Проблем она доставляет, скажем так, не больше, чем обычные привычные всем гидравлические рейки. Она также ремонтопригодна и сейчас уже спокойно восстанавливается. То есть, каких-то проблем, особых заслуживающих отдельного упоминания, она не приносит. Теперь, что касается системы полного привода на гибриде. Как уже было упомянуто, в данном случае на автомобиле у нас нет, в отличие от бензинового, никакой раздаточной коробки, нет никаких карданов. То есть, здесь у нас все ровно. На задний редуктор ничего спереди не приходит. А в заднем редукторе стоит тяговый электродвигатель. Он меньше и намного слабее, естественно, чем основной тяговый электродвигатель. А активируется задняя ось у нас при пробуксовке передка. Соответственно, мотор этот порядка, развивает порядка, там, может быть, 40 лошадиных сил плюс-минус. То есть, и большую часть времени он, соответственно, бездействует. То есть, когда вы едете по твердому покрытию, у вас нет пробуксовки передней оси, а задний электродвигатель в работу не вступает. Но отметить стоит следующее. В отличие от переднего тягового электродвигателя, задний не имеет жидкостного охлаждения. Соответственно, все охлаждение происходит через корпус. Оно воздушное. На корпусе у нас для этого дела есть специальные ребра наподобие радиатора. Соответственно, рекомендация время от времени хотя бы чистить эти самые жабры. То есть, держать корпус заднего редуктора в относительной чистоте для лучшего охлаждения. Также стоит отметить, что если вы рассматриваете автомобиль, полноприводный ищите, автомобиль, с точки зрения использования его где-то на бездорожье, то если смотреть в этом случае 350 и 330 RX само по себе имеет мало смысла, то искать себе для внедорожных покатушек RX 400 смысла еще меньше. Поскольку этот автомобиль, практически чисто переднеприводный, на бездорожье он, по большому счету, очень быстро зароется за счет того, что задняя ось включится у вас только при пробуксовке передка, а передок закапывается достаточно быстро. И, соответственно, никак себя хорошо там не проявит. То есть, этот автомобиль предназначен для использования в городе, на трассе. И задний привод здесь поставлен скорее для помощи при трогании на скользких покрытиях, а вовсе не для езды вне дороги. И перед тем, как делать какие-либо выводы итоговые по RX 400 H, нужно сказать пару слов о батарее. Ресурс батареи на данном автомобиле, по заверениям производителя, составляет порядка 300-350 тысяч километров пробега. Также следует отметить, что батарейка эта состоит из отдельных ячеек. Соответственно, вся из строя сразу она выходит крайне редко, никогда практически. Отдельные ячейки можно поменять, соответственно, это будет достаточно бюджетно. В общем, бояться этого компонента гибридной системы также не нужно. Итак, какой же итоговый вывод можно сделать по RX 400 H? Стоит брать этот автомобиль, либо нет. Если говорить про соотношение плюсов и минусов, то плюсов в гибриде, на мой субъективный взгляд, намного больше. Во-первых, это лучшая по сравнению с 350-м динамика. То есть, в абсолютных цифрах она может быть и не столь заметна. Гибрид разгон 0,100 порядка 7,6 десяток секунды, у 350-го бензинового 7,8-8 секунд. Однако при вождении разница эта намного более ощутима. То есть, субъективно гибрид кажется намного быстрее за счет того, что отклик на педаль газа здесь практически мгновенный. А также гибридный автомобиль подойдет вам больше бензинового, если вы ездите чисто по городу в основной массе, поскольку городской расход топлива на гибриде это 10-11 литров на 100 километров, на 350-м от 18 и выше. По трассе расход и у гибрида, и у 350-го будет примерно одинаков, поскольку гибрид также будет постоянно идти на бензиновом двигателе. В том, что касается оснащения гибридных Lexus, как мы уже сказали, комплектация гибрида для российского рынка соответствует таковой максималке на 350-м. За одним исключением на гибриде уже сразу нет пневмоподвески, что для автомобиля в возрасте скорее плюс. Также в активе у нас простота конструкции, отсутствие раздаточной коробки, отсутствие карданов. Соответственно, меньше внимания от вас требуют компоненты трансмиссии. По сути дела, обслуживание гибридного Lexus при эксплуатации будет сводиться к тому, чтобы следить за состоянием технических жидкостей и периодически менять ремень ГРМ на бензиновом двигателе. Также одним из плюсов гибрида по сравнению с бензиновым 350-м RX является то, что в ПТС у данного автомобиля записано всего 211 лошадиных сил, то есть только та мощность, которая относится к бензиновому двигателю. Соответственно, автомобиль подпадает под льготную налоговую ставку до 250 лошадей и позволит вам помимо экономии на топливе также не сильно растратиться на транспортный налог. Соответственно, из минусов в данном случае это изначально более высокая стоимость на вторичном рынке, нежели у бензинового собрата. И также из минусов стоит отметить худшую по сравнению с бензиновым RX проходимость. Перевесят ли данные плюсы этот единственный минус для вас конкретно решать только вам. Если данный ролик был вам полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всего доброго, до свидания!